Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. Воздушные ворота «Анапы» станут ещё шире. Анапский международный аэропорт готовится к открытию нового современного терминала. Новые пляжи, дополнительные автобусные маршруты и качественная безопасность – депутаты ЗСК оценили потенциал курортной отрасли «Анапы». Зная наших, анапская спортсменка получила право представлять Россию на мировом первенстве. В ежедневном рабочем графике главы «Анапы» посещение важных для жизни курорт-объектов. Накануне Сергей Сергеев побывал на месте строительства серьёзного инженерного сооружения водовода Витязева. Сегодня оценил готовность инженерной конструкции меньших масштабов, но от этого не менее значимую для города и его жителей. В седьмой общеобразовательной школе скоро сдадут в эксплуатацию после капремонта бассейн. Решение, несмотря на сложный экономический год, изыскать возможности вернуть к жизни спортивный объект, принял глава «Анапы» вслед за начавшимся ремонтом в спортивной школе «Виктория». По первоначальному проекту планировали только капремонт чаши бассейна. В итоге пришли к полной замене оборудования. Чтобы продлить срок службы высокотехнологичных систем, обслуживать сооружение должен специалист, а не школьный завхоз. Все предшествующие ремонту годы бассейн регулярно бывал на замке. Как раз из-за постоянных поломок. Сейчас такого быть не должно, настаивает Сергей Павлович. Вложенные бюджетные средства должны работать на пользу школьникам. Вы сделаете так, чтобы у вас был руководитель, который на вас бы замыкался здесь. Их немного будет, и будет 3-4 человек. Но вы посмотрите, оно будет в таком состоянии, вот как он в Абатас, он в таком состоянии и будет. Иначе вы его загубите. И жалко, что вы эти миллионы, которые потрачены. Есть мысль с Викторией и с Ольгой Владимировной разговаривали, чтобы они нас заинтересовали как свой филиал. Ну, тоже правильное решение. Но это для процесса обучения. А я говорю об эксплуатации. Нет, эксплуатация там тоже будет входить. То есть их нужно и тарахать. К концу марта подрядчик обещает наполнить обновленный бассейн водой. Занятия плаванием для школьников наверняка станут любимыми в школьной программе. По пути седьмой школы Сергей Сергеев заехал на улицу Парковая, где в эти дни тоже идет ремонт. Подрядчик восстанавливает нарушенное после прокладки канализационного коллектора дорожное покрытие. Выполнено поручение главы. Контроль за работой дорожников осуществляет сотрудник управления ЖКХ. Одновременно на Парковой идет процесс благоустройства. Обордюрена будущая автобусная остановка, будущие парковочные места. На тротуар в полном объеме заказан материал. Будет он в конце следующей недели. Парибрик и тротуарная плитка. Ребята сразу же приступят к реализации тротуара. Обордюривание газоны. Мы сразу же после установки бордюров на тротуаре, мы сразу же завозим чернозем и производим озеленение в полном объеме данного участка. Международный аэропорт Анапа в феврале этого года стал лауреатом премии в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 2 миллионов человек в год». И по итогам работы в 2016 году получил награду третьей национальной премии «Воздушные ворота России» в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации и аэропортов. И уже совсем немного остается времени до самого главного события в судьбе Анапского аэропорта. Идут к завершению работы по вводу в эксплуатацию нового современного терминала, который кардинально изменит возможности воздушных ворот Анапы. Ровно год назад в торжественной обстановке на этом месте в основании будущего аэровокзального комплекса был заложен символичный камень. Грандиозный проект компании «База Лайера» рядом со зданием старого аэропорта, которому почти 50 лет, впечатляет. В большом и современном здании, его на площади почти 12 тысяч квадратных метров, доводится до совершенства вся технологическая цепочка приема и отправки пассажиров и самолетов. Новый терминал готовится к сдаче. Фактически здесь завершаются отделочные работы, это можно видеть. Параллельно идут пусконаладочные работы по оборудованию. Здесь достаточно много разного оборудования, всего, наверное, около 50 разных систем. И параллельно еще и идет обкатка технологического оборудования, которое присуще каждому аэропорту. Это багажная система, досмотровое оборудование. Причем тестирование идет с привлечением персонала. Персонал дополнительно оттачивает свои навыки работы на достаточно сложном оборудовании. В зоне регистрации пассажиров все сейчас выглядит так, словно они уже готовы к регистрации. Но это пока тестовые чемоданы. Они приготовлены для начала испытания пропускной способности системы. Она же должна быть достаточно высокой. Плановая 600 пассажиров в час, а пиковая это 1100 пассажиров в час. В принципе, это соответствует самым максимумам горячего сезона, которые бывают. Но мы не будем забывать, что есть резервы для роста. У нас старый терминал продолжит свою работу. И при необходимости мы будем вот эти мощности тоже включать. Впервые за многие годы гости курорта получат свой багаж с автоматической лентой подачи. Масштабы зала, где багаж будет собираться на рейс, впечатляют. В зале вылета уже готовы места под магазины и кафе, а в вип-зале уже все дышит ожиданием. Сердце аэровокзального комплекса, его инженерно-технологическое оснащение работает в рабочем режиме. Летом охлаждать огромный комплекс будут мощные холодильные установки. Город просто обязан взлететь на новую высоту. Анапский аэропорт растет со скоростью 20% в год. Это один из самых высоких показателей в России. И, по сути дела, уже давно дорос до нового аэровокзального комплекса. Здорово, что он появляется сейчас. И я уверен, что с этим комплексом Анапский аэропорт в этом году побьет рекорд по количеству пассажиров. Превысит, например, планку полтора миллиона в год. Завершаются работы по благоустройству вокруг терминала. Здесь намечены 120 парковочных мест, зеленая зона, установлено освещение, готовятся к высадке кустарники и деревья. Анапская спортсменка вошла в сборную России. Наша землячка Дарья Типчук представит страну на чемпионате мира по самбо, который пройдет в Сербии в октябре этого года. Дарья получила путевку на первенство мира благодаря победе во всероссийском этапе, который прошел в Нижегородской области 15 февраля. В данный момент спортсменка уже готовится к соревнованиям. Проходит углубленное медицинское освидетельствование в Москве. Кроме этого, в апреле ей предстоит побороться за Кубок Европы под Зюдо. Директор спортшколы и тренер Александр Одинцов не сомневается в победе своей воспитанницы и возлагает на нее большие надежды. Будем готовиться к более высоким стартам. То есть впереди есть возможность такая, что если она сейчас входит в состав, еще и под Зюдо, то думаю, что если все нормально будет, будем готовить на Токио, на Олимпийские игры. Я думаю, что это будет действительно наша надежда. Я думаю, что флаг Анапы мы поднимем на более высокий уровень. Будем болеть за землячку. Желаем ей побед и новых достижений в спорте. Больше безопасности и комфорта к новому курортному сезону по поручению главы города Сергея Сергеева, в Анапе дополнительно обустроят порядка трех километров благоустроенных песчаных пляжей. Об этом представители муниципалитет рассказали депутатам профильного комитета краевого законодательного собрания, которые оценили инфраструктуру и в целом возможности нашего курорта. Скажите, а сколько в Благовещенске у вас в туристах отдыхают за курортный сезон? Заместитель председателя комитета Заксобрания по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Юлия Олешкевич обстоятельно спрашивает о возможностях каждой точки на побережье. Это станица Благовещенская. Здесь единовременно в пансионатах и частном секторе могут расположиться около 15 тысяч отдыхающих. Еще дальше, на Бугасской косе, те, кто предпочитает жить на природе в палатке. Есть также около тысячи мест в пансионатах. Как рассказал краевым парламентариям начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму городской администрации Дмитрий Ерохин, к новому сезону появится дополнительно около трех километров оборудованных песчаных пляжей. Свободные участки есть в станице Благовещенская, в селе Витязево и на Пионерском проспекте. Для того, чтобы немножко разгрузить центральный городской пляж, планируется, что будут предложены методы и средства доставки отдыхающих из центральных районов города на пляжи Пионерского проспекта. Речь идет о дополнительном автобусном сообщении на сезон к уже действующим маршрутам. Обустраивать пляжи – поручение главы города. Также Сергей Сергеев делает акцент на безопасности. Основное новшество будущего сезона – арендаторы пляжей должны будут заключить договоры с частными охранными предприятиями. Можно сказать, что на самих пляжах будущий курортный сезон пока считается в контурах, но специалисты умеют дополнить картину. В принципе, пляжные территории готовы и состояние нормальное. Я думаю, кое-что администрации, люди займутся и будет все хорошо. К пляжному и летнему сезону курортному пляжные территории будут готовы. Мы понимаем, что открываются, скажем так, старо-новые направления Турции и Египет. Но я уже говорил, что мы, во-первых, самые безопасные. И самое главное, что за эти 2-3 года мы научились очень многому. У нас увеличилось количество классифицированных средств размещения. На сегодняшний момент уже классификацию прошли 820 средств размещения. И эта цифра не окончательная. По словам Дмитрия Ерохина, благодаря классификации удается наращивать поток не только в пространстве, но и во времени. В минувшем году отели, которые получили официальные 3 или 4 звезды, продолжили работать практически весь октябрь. По сути, отыграв у рынка услуг дополнительный месяц. А высокий сезон показал, что городские службы способны выдерживать самые пиковые нагрузки. Анапа продолжает готовиться к высокому сезону. Сегодня плановый обход курортной зоны совершила заместитель главы города Анжелика Базунова. Вместе с руководителями структурных подразделений замглавы проинспектировала главные гостевые улицы города. На Горького чистота и порядок. А вот на театральной площади есть неухоженные деревья. Все сухие ветки должны быть обрезаны. На набережной в глаза бросаются неприглядные клумбы. Весна вступает в свои права. Вместе с газонной травой к солнцу потянутся и сорняки. Работы по озеленению должны идти полным ходом именно сейчас. Задача – высадить новые растения и перевести зеленую часть набережной в порядок. Причем в ближайшие сроки. Также Анжелика Базунова распорядилась заменить старые урны и проконтролировала ход работ по укладке тротуарной плитки в районе санатория «Русь». Задача подчиненным – держать все благоустроительные работы на личном контроле. Подготовка к курортному сезону должна завершиться задолго до его начала. Реклама – двигатель торговли. Но только в том случае, если она законная, иначе вместо прибыли можно понести непредвиденные расходы в виде штрафа. Специалисты управления муниципального контроля совместно с сотрудниками муниципального бюджетного учреждения Центра развития провели совместный рейд по самым пестрым фасадам анапских домов. И выяснили, что далеко не все предприниматели следуют букве закона при размещении наружной рекламы. Согласно правилам благоустройства, размещение каких-либо рекламных вывесок с описанием товара, тем более оклейка на стекол или тонирование стекол, несущие рекламную информацию, запрещено без согласования с органами местного самоуправления. В данном случае это муниципально-бюджетное учреждение Центра развития. Согласно правилам благоустройства, максимальная площадь всех вывесок на здании не должна превышать от 3 до 10% поверхности, в зависимости от общей площади фасада. Зачастую вывески быстро демонтируемые, поэтому предпринимателям достаточно устных предупреждений. А вот в крупном магазине на Мельково нарушения весьма серьезные. Фасад полностью заклеен баннерами, окна – рекламной пленкой. А на фасаде цокольного этажа расположен целый стенд с выставочной продукцией. Сотрудники комиссии составили на собственника протокол. Далее специалисты планируют обследовать центральную часть города. В случае обнаружения незаконного размещения наружной рекламы, собственников ожидают административное взыскание. Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей. Сотрудники управления муниципального контроля продолжают мониторить и незаконно возведенные коммерческие объекты. Один из них – деревянные настилы на улице Калинина. Сезонно предприниматель здесь открывает торговую точку, но не подкрепленная разрешающей документацией, конструкция пошла под снос. На них осуществлялась торговля, если я не ошибаюсь, напитками. Были неоднократно составлены протоколы за занятием муниципальной территории и торговлю в неустановленном дислокации месте. В комиссии был рассмотрен данный объект, было принято решение о его демонтаже. Силами сотрудников ремстроя настилы были убраны. Строительные материалы помещены на штрафную стоянку. Работа по благоустройству курорта будет продолжаться. Дорожная инфраструктура курорта становится доступнее для маломобильных граждан. В районе ДК «Молодежная» реконструируют съезды с тротуаров. Их делают более пологими. Этот участок был труднодоступным для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также мам с колясками. Из-за слишком высоких бордюров колясочникам приходилось выезжать на дорогу, чтобы объехать препятствия. Общество инвалидов обратилось в администрацию с просьбой провести реконструкцию тротуаров. И вот сотрудники ремстроя уже заканчивают работы. У нас было два заезда, по которым мы не могли ездить. Из-за этого нам приходилось по Крылово объезжать участок вот здесь, где ДК «Молодежная». Нам приходилось объезжать по дороге. А представьте себе, дорога узкая и достаточно большой поток, особенно когда час пик. Мы обратились с письмами в ЖКХ. И вот сейчас нам переделывают два заезда. Можете их посмотреть. Вот здесь заезд и будет чуть дальше на Крылово. И теперь у нас вся Крылова будет вплоть до Голубца, до Ореховой Рощи проездная. Мы можем ехать по тротуару. Это вообще очень здорово. Спасибо большое. Также удобные пандусы оборудовали на улице Ленина и на Пионерском проспекте в районе Дельфинария. В планах администрации постепенно сформировать доступную среду абсолютно на всех улицах города. Готов к труду и обороне. В рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса в субботу 11 марта в 9 часов на Театральной площади состоится выполнение нормативов ГТО. Любой анапчанин старше 18 лет может попробовать силы, испытать себя и посоревноваться на лучший результат. Для каждого возраста свои нормативы, выполнив которые можно получить знак ГТО. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ГТО, скачать на официальном сайте Управления по физкультуре и спорту заявку и заполнить ее, получить заключение от терапевта о группе здоровья. Принять участие в мероприятии можно и без регистрации, но тогда без зачета. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один партнер программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.